Новосибирск, новогодняя столица России. В центре города зажгли главную елку и смонтировали гирлянды над пешеходной улицей Ленина. Чем еще удивят горожан, узнал Александр Сульдин. Море света от гирлянды шаров. Это заметно даже утром, когда ночная темнота отступает. Некоторые горожане спеша по делам останавливаются. Фотографируют, несмотря на мороз, светящиеся арки возле оперного театра, блестящий фонтан в Первомайском сквере. Очень красиво. Сразу чувствуется новогоднее настроение. И улучшается такой, знаете, подъем сразу энергии. Как волшебство. Чувствуется волшебство. Мне понравились олени и сани. Мария и Юлиан прилетели из Москвы. Пока есть свободное время, прогуливаются, смотрят, как готовится город к Новому году. В первую очередь прошлись по пешеходной улице Ленина. Мне очень нравится, потому что вот эта часть улицы Ленина напоминает мою любимую улицу Никольскую в Москве, где как раз таки сверху и зимой и летом находятся вот такие светящиеся фонарики. Это добавляет, не знаю, какой-то атмосферы новогодней. И в том числе просто это как бы приближает нас к столице. Все-таки третий город в стране, ну, он заслуживает того, чтобы быть красивым. Поэтому я за такие, скажем, инновации. Пусть это будут инновации внешние, но тем не менее это здорово. Светящийся ажурный потолок, арка из гирлянд и шаров. Все для того, чтобы сделать яркое селфи. А вот покататься на коньках в самом центре города не получится. Главный каток перенесли. Катка возле оперного театра не будет. Благодаря своей необычной форме под определенным ракурсом он вызвал бурю иронии. Зато будет большая ледовая дорожка через весь нижний променад Михайловской набережной от парка «Городское начало» до самой речной пристани. 1300 метров льда. Открытие 24 декабря. Это самый длинный каток в России. Пока не залит. Празднику только готовятся. В программе сразу несколько новинок. Возле оперного экрана, на котором фильмы об особенностях других регионов страны. 2 января здесь будут водить большой хоровод. Еще раньше по Новосибирску проедут Деды Морозы со всей России с шоу-программой. В дни каникул запустят первый новогодний автобус с экскурсией по районам Новосибирска. Желающих научат лепить снеговиков. Авторов лучших работ наградят. Александр Сульдин, Валерий Павлов. Новости ОТС.